Вы знаете, друзья мои, что я приглашаю в Академию Успеха Целителей, специалистов, помогающих практик. А если у вас нет квалификации? Кстати, есть люди, которые учатся в Академии, у которых квалификации нет, которые не являются целителями, которые не являются терапевтами, гипнотерапевтами, регрессологами, психологами. Но, тем не менее, они учатся здесь. Почему? Потому что эти люди умеют решать проблемы других людей. Они умеют находить с помощью какой-то своей глубокой внутренней мудрости, находить проблемы и помогать людям их решить. Смотрите, в Академии Успеха Целителей мы используем великолепный инструмент, называется Reverse Engineering. Этот инструмент направлен на то, чтобы сначала найти проблему у человека, которая его сдерживает, которая не даёт ему развиваться. Те самые подсознательные программы, о которых мы с вами говорим. А потом найти решение этой проблемы, опять же, убрав подсознательные программки. Но этот инструмент я даю в Академии Успеха Целителей. То есть этому мы обучаем в Академии, как раз для того, чтобы эта профессия стала более популярной, чтобы как можно большее количество людей смогло помочь другим людям. И если у вас нет образования психолога, целителя, если у вас нет образования, вы тоже можете попробовать свои силы, при условии, что вы умеете решать те или иные проблемы людей, при условии, что вы обладаете вот этой внутренней мудростью. Для того, чтобы это определить, вам, конечно же, нужно записаться ко мне на консультацию. И прежде чем прийти обучаться, нужно почистить своё собственное подсознание. Эту программу проходят абсолютно все. Программа возрождения в нашей Академии – это первый курс. Для чего она нужна? А для того, чтобы целитель был здоровым. Ну или относительно здоровым. Больной человек не может исцелять других людей. Больной человек почему-то по каким-то причинам цепляет на себя проблемы других людей. Это не потому, что если ты исцеляешь людей, они к тебе липнут. Нет, это потому, что у тебя есть брешь где-то внутри, в твоём подсознании или в твоём теле. Ну что, собственно говоря, одно и то же. Почему? Потому что тело отражает здоровье человека, подсознательное здоровье человека. Итак, может быть, вам даже очень повезло, если вы не имеете профессии и у вас чистое сознание. Но если у вас есть вот это внутреннее призвание и шаманское болезнь, если вы помогать умеете людям, но ещё пока не знаете, как это делать экологично для себя, может быть, это как раз ваш шанс для того, чтобы попробовать себя в этом деле, почистить своё подсознание и начать изучать новую профессию. Поэтому сегодняшнее приглашение именно для вас. Заходите на консультацию, ссылочка под этим видео, и через консультацию мы с вами определим, ваш ли это путь, нужно ли вам туда. Можете ли вы быть, стать настоящим целителем? Я знаю, что каждый человек может, но именно вы. Что нужно сделать вам для того, чтобы вступить на этот путь, на путь помощи людям, на путь свободной жизни, своей интересной свободной жизни с пользой для себя и для общества? Жду ваших заявок.